Начнем мы с вычисления частных производных 2 порядка и конкретно с номера 34. Напомню, как это делается. Это у нас z равен x, или x квадрат y, плюс 5y квадрат. Может сюда их поместить прямо на область. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, начинаем с номера 34. Напоминаю вам, как это делается. У нас есть функция z равен x куб плюс 4x квадрат y. Нам нужно вычислить частные производные 2 порядка. Для начала вычислим частные производные 1 порядка. Продолжение следует... То есть, dz по dx, dz по dy и все. x переменная, все остальное константы. производная, 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 производная от x квадрат 2x. 2x умножить на 4y будет 8xy. Производная от 5y квадрат по x будет равна 0,5y квадрат. Это у нас константы. ищем... ищем... 4x квадрат x куб 0, так как переменная только y, все остальное, в том числе и x константы. 4x квадрат как константы выносится за знак производной. Производная от y 1. плюс производная от 5y квадрат по y, 10y. Это у нас частные производные 1 порядка. Далее находим от них частные производные 2 порядка. Мы с вами считали, кстати. Может, я забыла. И только на лекциях разбирали примеры. Первая частная производная. Производная по x от производной по x, то есть d2z по dx дважды. d по dx от dz по dx. 3x квадрат плюс 8xy. По x считаем, то есть y берем как константы. получаем производная от 3x квадрат 6x. Производная от 8xy при условии, что x переменная 8y константы. 8y умножить на 1, то есть просто 8y. Это вторая производная по x. Следующая. d2z по dx и dy. d2z по dx. Тут мы можем пойти двумя путями. Либо мы ищем производную по y от производной по x. Либо производную по x от производной по y. Ответы будут одинаковы. Например, возьмем производную по y от производной по x. Если мы считаем производную по y от dz по dx, то есть от 3x квадрат плюс 8xy. Производная по y от 3x квадрат будет 0, поскольку тут у их нет. Производная от 8xy будет просто 8x. Так как производная от y равна 1. 8x. Если бы мы считали производную по x от dz по dy. Считайте. Производная от 4x квадрат 8x. А производная от 10y 0. И у нас получились бы те же 8x. И, наконец, производную по y от производной по y. То есть d2z по dy дважды. Это производная по y от производной по y. 4x квадрат у нас уходит в 0, потому как константа производная от 10y это 10. Таким образом, мы имеем 3 частных производных второго порядка. d2z по dx дважды. Которая равна 6x плюс 8y. d2z по dx по dy. Которая равна 8x. d2z по dy дважды. Которая равна 10x. d2z по dy дважды. Которая равна 10x. Дальше. Следующая серия задач у нас с 36y по 39y. Они у нас одинаковые. Задачки на доказательства. Тут нужно просто найти частные производные. Подставить их в данные условия, которые нужно доказать. И доказать, что это условия справедливые. Какое из них вам показать? С 36y по 39y выбирайте. Что хотите? Давайте 39y. Давайте 39y. Итак, номер 39y. Вот сюда я напишу. У нас есть функция z равная φ от y плюс ax. И нам нужно доказать вот это тождество. А квадрат на второй производной по y минус вторая производная по x равна 0. При любых дважды дифференцируемых φ и ψ. То есть все, что нам нужно для этого тождества. Это вторая производная по y и вторая производная по x. Чего мы с вами и будем сейчас искать. Итак, d2z по dy дважды. Для этого найдем сначала d2z по dy. Ну, тут у нас пошла сложная функция φ от y плюс ax. Нам нужно найти d φ по dy умножить на производную от вот этой вот скобочки по y. Она у нас равна 1. д2z по dy. То есть мы получаем d φ по dy. д2z по dy. Можно просто написать φ штрих. Потому как можно взять аргумент вот этот вот просто φ штрих по целому аргументу. и умножаем его на производную от аргумента по y или на единицу. Тогда d2z, а еще это самое. У нас пошла еще там φ. Я обрадовалась. а у нас еще φ есть. Плюс φ штрих на производную от y минус ax. То есть получаем φ штрих плюс φ штрих. Эта производная тоже равна единице. Потому как ax константа в ноль, производная от y единица. Дальше d2z по dy дважды. Считаем вторую производную. Производная от φ штрих при учете, что аргумент у нас y плюс ax. Это будет φ штрих на производную от y плюс ax по y. И то же самое с φ. Не забываем умножать на производную аргумента. И тут и тут производная аргумента единица. Поэтому имеем φ штрих плюс φ штрих. Теперь находим вторую производную по x. dz по dx. Тут что у нас будет? φ штрих умножить на производную от y плюс ax по x. или а φ штрих минус ax по x. И d2z по dx дважды. Тут получаем а φ штрих на производную аргумента этой функции. по x. Так, а φ штрих на производную от аргумента по x. получаем а квадрат в 7 φ штрих минус на минус в основном плюс а квадрат в 7 штрих. Теперь смотрим, что нам нужно доказывать. В тридцать девятом а квадрат на dz по dx дважды минус dz по dx дважды равно 0. то есть находим а квадрат d2z по dy дважды минус d2z по dx дважды минус d2z по dx дважды. в таком а квадрате минус д2z по dx дважды минус d2z по dx дважды минус d2z по dx дважды. Вот оно у нас. Ну, я думаю, каждому понятно, что это будет ноль, что и требовалось доказать. Есть вопросы по заданию? Или всё понятно? Если аккуратненько всё делать, всё получается. Всё понятно. Ага, следующий номер 40, производные по направлению, 41-й тоже производные по направлению. Так, ну давайте я вам 40-ю покажу, они у нас идентичные. В 40-й просто нам задан угол с осью ОХ, а в 41-м направление от точки до точки, то есть вектор направлений легко высчитывается. Итак, номер 40. Найти производные функции z равно 3x в 4-й минус xy плюс y в 4. z равно 3x в 4-й минус xy плюс y в 4. В точке М с координатами 1, 2. В направлении, составляющей с осью ОХ, угол в 60 градусов. То есть, проще говоря, если мы это набавляем, то это будет следующим образом. Есть точка М с координатами 1, 2. Вот тут вот эта точка находится. И с осью ОХ у нас пошло 60 градусов. Мы не имеем некоторый вектор от 60 градусов с осью ОХ. Если у нас угол с осью ОХ составляет 60 градусов, так, тут получается 30 градусов, так, то направляющая косинус у нас альфа равно 60 градусов, бета равно 30 градусов, косинус альфа, 1, 2, косинус бета, полин из 3 на 2. Вот они, наши направляющие косинусы. Производная по направлению ДЗОДА. У нас считается, как это произведение частных производных соответственно на направляющие косинусы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжаем. То есть dz по dx косинус альфа плюс dz по dy косинус бета. Дз по dx, производная по x от функции z, производная от x в четвертый двенадцать x куб минус, производная от x в игре, производная от y куб минус. Пусть косинус альфа у нас одна вторая. Дз по dy. 3x четвертый дает 0, минус x, y, 3y квадрат. Все это нам надо в точке. М с координатами 1, 2. То есть dz по dA в точке m. Здесь у нас x равно 1, y равно 2. Получаем 12 на 1 в кубе, минус 2 на 1 в вторую, плюс минус 1 плюс 3 на 2 в квадрате. Находим из 3 на 2. 12 минус 2, 10 на 1 в вторую. Это сложно, но можно. 3 на 3 на 2 в квадрате у нас будет 12 минус 1 на 11. Получаем 11 корни из 3 пополам. Или 10 плюс 11 корни из 3 пополам. Так, ну подобный номер 41 я вам на лекции показываю. Тут просто нужно направивающую косинусу сначала определить направление вектора m, n. И довольно просто все будет. Так, что у нас такое дальше? Опять, знаете, производная по направлению бисектрисы координатного угла. Тут направляющие косинусы у нас будут. Косинусы 45 градусов. Так, отрицательные полуоси Ох. Соответствующие один из косинусов у нас будет 0, а другой минус 1. Это вы все найдете. Далее, 43 нам нужно показать, что в точке m с координатами 2 третих минус 4 третих производная в любом направлении равна 0. То есть, каковы бы ни были косинусы, производная равна 0. Это что значит, что df по dx и df по dy должны равняться 0. Частные производные первого порядка. Я думаю, что сможете найти, подставить точку m и посмотреть, что ага, действительно 0. Функция стационарная. А вот 44 давайте посмотрим. Из всех треугольников с одинаковым периметром определить треугольник с наибольшей площадью. 44. Итак, мы знаем, что периметр треугольника равен сумме трех сторон. Пусть первая сторона треугольника Х Вторая сторона треугольника Y И третья сторона треугольника тогда у нас будет p минус x минус y, если p периметр. Нам нужно определить треугольник с наибольшей площадью. То есть, нам нужно вычислить площадь. Пусть функция f от x, y, p равна константа, поэтому f от x, y равна площади треугольника. А площадь треугольника у нас по герону поринь из полупильнометра умножить на p минус x, p минус y, p минус z. Правильно? Не ошибаюсь? Вроде да. Вроде да. То есть, полупериметр минус x. Давайте я пока f от x, y по-другому потом его запишу, чтобы порно не считать производным. Не хочется еще. Да, что ж так, я бы не хочу. Так, вот так вот. p минус x. Сейчас покажу, почему. Дальше полупериметр минус y, p минус y. Вот так вот. Полупериметр минус шел. Замечательно. У нас корень имеет наибольшее значение, когда наибольшее значение имеет подкоренное выражение. Поэтому нам достаточно найти максимум подкоренной функции. И функцию f от x мы возьмем как s в квадрате. То есть, выражение, которое стоит под корнем. Так, тут я скобочки раскрою. И получу вот такую прелесть. Итак, мы знаем, что функция двух переменных x и y может иметь максимум в точке, где в первой производной, обе первой производной, по x и по y равны нулю. Это у нас необходимое условие экстремума функции двух переменных. То есть, мы должны найти df, o, dx, df, o, dy и приравнять их к нулю. Одновременно, в системе. Ищем df, o, dx. p пополам константа выносится. И p пополам минус y тоже константа, тоже выносится. Что мы получим как производная? Производная двух скобочек. p пополам минус x на x плюс y минус p пополам. Производная произведения, это производная первого со множителя умножить на второй, плюс первый со множителя умножить на производную второго. производная первого со множителя, p пополам минус x равна минус единиц, если мы считаем производную по x. И умножаем на второй со множитель x плюс y минус p пополам. Плюс производная второго со множителя по x единица. и умножаем на первый со множитель p пополам минус единица. Получаем p пополам на p пополам минус y. Это мы переписали первые два умножителя. Тут раскрываем скобочки и переводим по-другому. минус 1 минус y минус на минус до сна плюс плюс p пополам минус x. То есть в скобочке мы получаем p минус x минус y. А что я тут 1x равен? Вот x у нас, да, 1x. Так, то есть p минус x минус 2x минус y. Вот так примерно у нас первая производная по x. Давайте найдем df по y. Аналогичным образом мы считаем. Абсолютно они у нас симметричны. То есть у нас, если мы x и y поменяем местами, то мы получим нашу производную абсолютную симметрию относительно x и y. То есть p пополам, p пополам минус x, p минус 2y минус x. И обе из них мы приравниваем к нулю, чтобы найти критические точки, стационарные точки. С 그렇죠. Продолжение следует... 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 Тогда рассматриваем случай второй. Ну, аналогичный х не может быть пополам. То есть по нулю у нас может равняться только p минус 2х минус у из верхнего. Так, то есть у равно p минус 2х. Подставляем в нижнюю. У равно p минус 2х. Получаем p пополам минус х умножить на p минус yp минус 2х, а у нас 2y. 2p. Так, минус на минус даст плюс. Минус 2 на 2х, 4х минус х. О, как? Ну, мы уже выяснили, что х не может равняться p пополам. В этом случае у нас в обязательном порядке z будет равно, то есть третья сторона будет равна нулю. Тогда у нас нулю может равняться только p минус 2p плюс 4х минус х. Получаем минус p плюс 3х равно нулю. То есть х равно p деленное на 3. x равно p деленное на 3. Подставляем его вот сюда. Выборит равное p минус 2х. Получаем тоже p на 3. И третья сторона p минус х минус y тоже будет p на 3. То есть вот единственная критическая точка, которая нас более-менее устраивает. Когда все стороны у нас равны. По-хорошему нам нужно проверить, является ли это максимумом функции f. Для этого нам бы надо вычислить вторые производные. d2f по dx дважды, которое равно a. d2f по dx по dyb из нашей теории. И d2f по dy дважды, равное c. А потом найти оценку f минус b квадрата. Посмотреть положительно ли оно. И посмотреть положительно или отрицательно. Итак, ищем d2f по dx дважды. Это у нас будет производная по x от df по dx. d2f по dx ищем его, где оно у нас вот где. p пополам на p пополам минус y и так далее. Вот от этого. Так, все константы до улой. И находим производная только от скобки, зависящая от x. Она у нас равна минус 2. Получаем минус p умножить на p пополам минус y. Ну, вполне так аккуратненько. При этом y мы знаем, равно p на 3. Ну, ладно, потом. Так, b. d2f. Что-то я b написала вместо b. Как-то она неправильная. d2f по dx по dy. У нас будет d по dy от вот этой штуковины, которую мы тут вот наваяли. Тут у нас уже производное произведение. p пополам выносим. Производная p пополам минус y минус единица. Производная от p минус 2x минус y тоже минус единица. У нас получается вот такая вещь. Которую мы потом посчитаем. И, наконец, d2f по dy дважды. d по dy от df по dy. И, наконец, дай. p Ну, вот так. Вот так. Ищем так называемый символический дискримент. А, мы еще должны найти в точке, да, в какой точке у нас. А, P на 3, P на 3. Х равно P на 3 или Х равно P на 3. Отсюда находим А, минус P на 3, P на 2, минус P на 3. P на 2 минус P на 3, это у нас, по-моему, P на 6. Ищем бы. P на 2, минус P, минус 2, P на 3, минус P на 3, минус. Так, это у нас чего было? P на 3, минус P на 3, минус P на 3, минус P на 3, минус P на 3. Так, вроде правильно, да? Правильно? P, 2P на 3, P на 3, P на 2, минус P на 3. Так, тут 2P на 3 и P на 3, это будет 3P на 3P, то есть вот эта вот ерунда уходит в ноль. И это у нас P на 6, перед ней стоит минус, минус P на 6. То есть, получаем, то есть получаем минус P на 12. Славненько. И С у нас будет симметрично. А, то есть минус P на 18. Нас интересуют знаки АЦ минус B квадрат. А тут я квадрат забыл, да? АЦ минус B квадрат у нас. 12 квадрат у нас получается меньше нуля. Так, и при этом А у нас тоже меньше нуля. Верно? Что это за случай? Так, пооценим минус B квадрат меньше нуля. Правильно посчитали-то. По-хорошему-то должно быть больше, да? Так, 6 и 3, 18. А тут идет P минус P 0. А, 6 и 2, 11. А, ну а и С неправильно посчитали. Ну, правильно, почему, что не так. А равно минус P на P делитат на минус Y. А у нас стоит P делитат на перед скобкой. Точно. Это значит тут у нас... Тут у нас получается минус B квадрат на 6, да? И там тоже на 6. 6 славненько, когда все выйдет. И тут на 6. Молодцом. Увидел. Так, тут тогда 6 в квадрате у нас будет. И у нас будет больше нуля. И это случай как раз максимума. Вот тут у нас больше, 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 больше. Вот. Значит, ну ладно. Следовательно, P. От P на 3 является максимальной функцией F. И отсюда следует, что у нас максимум площадей достигается в точке. Ой, не в точке, а в случае, когда все стороны равны. Так. Плавный сторонний пеликол. Ладненько. Все замечательно. Что у нас дальше идет? Давайте посмотрим. Так, знаете, прямоугольный параллелепипед, который имеет наибольший объем при данной полной поверхности. Но это тоже самое. Токма переменных будет. А нет, тоже 2. Найти расстояние между двумя прямыми в пространстве, уравнение которых бла-бла-бла. А вот это уже интересно. Давайте попробуем. Найти расстояние между двумя прямыми в пространстве. 46. Итак, нам даны две прямые в пространстве. Х-1 делить на 1 равно у делить на 2 равно z делить на 1. Это первая прямая и вторая прямая x на 1 равно y на 1 равно z на 1. Это у нас вторая прямая. Чтобы найти расстояние между двумя прямыми, наверное, удобнее выразить эти прямые в параметрическом виде. Но в первом случае пусть будет параметр t, а во втором случае параметр, ну, например, s или u. Все разные. Чтобы выразить это в параметрическом виде, мы что делаем? Мы приравниваем все эти три штуки к параметру. То есть делаем следующее. Вас, наверное, учили на аналитической геометрии. Поэтому в прошлом семестре или на аналитической геометрии, не знаю, на каком примете, но дало ли мы их были. Приравниваем к параметру t. Тогда x-1 делить на 1 равно t. x-1 равно t. И x будет равно t плюс 1. Это первое параметрическое уравнение. Дальше. y пополам равно t. y равно 2t. И z делить на 1 равно t. z равно t. Это у нас первая прямая. И вторая прямая мы возьмем другой параметр, так как это все-таки другая прямая. Например, параметр u или s. Что взять? Что нравится? Или еще какая-нибудь буковка? Что вам понравится? Какая буковка нравится? Равно чему? m. m. Пусть будет m. Почему нет? Ну, тут совсем просто. x на 1 равно n. Тогда x равно m. y на 1 m. y m. z на 1 m. z m. Таким образом, если мы берем произвольную точку данной прямой, первой прямой, то это будет точка m, например, с координатами t плюс 1, 2t и t. Это у первой прямой, а тут у нас произвольная точка будет. Например, n. n. координаты будут иметь m, m, m. Теперь рассмотрим расстояние между этими двумя точками. Если мы ищем расстояние между прямыми, то такое расстояние должно быть наименьшим. То есть расстояние между двумя прямыми – это наименьшее расстояние, которое можно провести между ними. Расстояние МН у нас равно корню из разности соответствующих координат. То есть Т плюс 1 минус МН в квадрате. Ну, квадрат, сумма квадрата в разности. Знаете такой формулы, да? Как по Пифагору. Должны предполагать ей. Ну, алгебры или геометрии. Так, и геометрия у нас расстояние между двумя точками. Ну, так как и в прошлый раз расстояние под корнем, тут, в принципе, можно квадрат расстояния взять и устремить к минимуму. Поэтому функцию FUTM мы возьмем как сумму квадрата. Теперь ищем минимум этой функции и расстояние МН в точке минимум определяем. Ищем DF, КО, ДТ. Первый переменный. Это у нас будет 2 на Т плюс 1 минус М. Производная Т плюс 1 минус М равно 2 делицы. Плюс 2 на 2Т минус М. Производная от 2Т минус М равна 2. И плюс 2 на Т минус М. Ну, давайте попростим немножко. Получаем 2Т плюс 2 минус 2М плюс 4Т. Следите за мной внимательно. Вот видите, опять ошибаюсь. Дважды дважды 4, 4 на 2, 8 минус 4. Плюс 2Т минус 2М и того, чем минимум. Констант у нас 2. С Тшками чего у нас? 2Т и 8Т 10Т, да еще 2Т 12Т. Так, дальше минус 2М, минус 4М, минус 6М и минус 2М, минус 8М. Нигде не ошиблась? Здорово, глядите. Никуда ничего не умеет. Это самое, не украл, нигде двоечку или еще чего-нибудь. ДФ по ДМ. Так, вот наши Ф по М считаем. Тут у нас везде минус 1 производные от скобки, да? Поэтому получаем минус 2Т плюс 1М, минус 2Т минус 7М, минус 2Т минус 7М, минус 2М. Так, Т, 2Т, 3Т, 4Т, да? 4Т плюс 1, минус 3М. 4М. Минус 8Т минус 2 плюс 6М. Не ошиблась? Слышалась плохо. Итак, приравниваем к нулю эти производные. Можно на 2 поделить оба уравнения, чтобы не мешались. Отсюда получаем 6Т минус 4М равно минус 1. 1, а отсюда минус 4Т плюс 3М равно 1, да? Еще низко. Очень хорошо. Итак, давайте решим эту замечательную систему, по, например, методам Крамера. Дельта у нас будет равна 6 минус 4 минус 4 минус 4, 3. 18 минус 16, 2. Дельта 1. Вместе первого столбца ставим столбец свободных членов. 1, минус 4, 3, получаем. Минус 3 плюс 4, это сложно, но можно. И дельту 2 считаем. Так, это у нас относится к Т, это к М, да? Дельта 2. Мы заменяем столбцом свободных членов. Второй столбец, минус 1, 1. Получаем 6 минус 4. Тогда у нас получается Т равно 1, 2. А М равно, соответственно, 2, 2. Так, системочку мы с вами наваяли. И теперь мы в этих точках должны искать вторые производные, что, в принципе, не сложно. А равно Д2Ф АДТ дважды. Так, давайте найдем А. А, где у нас А. А, вот ДФ по ДТ. ДФ по ДТ. 2 плюс 12Т минус 8М. Очевидно, если мы продифференцируем это по Т, будет равно 12. 2 минус 8М константы. 12. В. В. Д2Ф по ДТ по ДМ. Чему там равно-то? Кто знает? Кто знает, чему это равно. ДФ по ДТ 2 плюс 12Т минус 8М. По М будет минус 8. С. Д2Ф по ДМ дважды. 6. ДФ по ДМ минус 8Т минус 2 плюс 6М будет 6. Так, АС минус В квадрат. 72 минус 64. Очевидно, больше нуля. А у нас больше нуля. Это означает, что Ф от 1, 2, 1 равно Ф минимальная. Именно от этой точки, несмотря на то, что все они константы, потому что именно эта точка является критической. То есть там, где первая производная равна нулю, это не значит, что в каждой точке. Таким образом, чтобы найти, ответить на вопрос-задача, вопрос-задача у нас звучал как вопрос-задача у нас, ой, по-моему, написать он. Найти расстояние между двумя прямыми в пространстве. Нам нужно вычислить вот это расстояние, которое мы писали. Чуть выше вот это МН. Вот оно. Давайте я его скопирую, чтобы не ошибиться. При заданных значениях Т и И. Вот оно у нас. Вместо Т ставим 1 вторую, а вместо М единицу. 1 вторая, плюс 1, минус 1, квадрате, плюс 2 на... Т 1 вторая, да? 1 вторая, минус 1, квадрате, плюс 2 на... Шитам, 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 шитам. Корень 1 четвертая, плюс 0, плюс 1 четвертая. Корень из 1 второй. Корень из 2 пополам, еще говоря. Вот такая интересная задача. Это один еще из способов нахождения расстояния между двумя прямыми. Другой способ вам давали на аналитической геометрии. Когда вы искали общий перпендикуляр между этими прямыми. И потом длину данного перпендикуляра вы искали. А это с помощью функции многих переменок дифференциального исчисления. Просто другой способ. Но приводит к тому же ответу. Так. Чего у нас там со временем? Со временем у нас там... Кванты, да? Нет у нас больше времени фактически, потому как... Хотя нет, у нас еще 15 минут. У нас еще 15 минут. Но можно немножечко... Может быть даже... Посмотреть... Чего-нибудь. Ну давайте еще я вам задачу. Добавить тело. Добавить тело. Вот. Вот. Выключила, что это. Валя. Сейчас найдем. Нет вопросов пока. Все понятно. Народ. Так. Все понятно пока. А, у нас. Здорово. Так. Я сейчас еще серию задачу. Выложу. И тоже надо обешить. Так. Доделать вот оно. Вот сюда. Криверчики. Народочки. Не забудьте, что здесь так. Кривля. Неправильно. Сделала. Надо будет так. А то у меня вместе с моим компьютером это все туда заселилось. Вот они. Это Пескунов задачки. Ну и следовать на максимум и минимум от САБЦ, как мы с вами искали. И это не сильно интересно. Мы уже с вами два раза это все не сделали. А вот на эти особые точки, кривых, я правда показывала вам. Я вам видео показывала. Помните про особые точки? Вот. Вот. Может быть, стоит еще посмотреть. Чего-нибудь. Давайте, например, начнем с какой особой точки? Ну, что-то 51-я, наверное, легкая. С какого номера начнем с особыми точками? Ну, 53-й. Три-й с точкой возврата первого рода. Давайте попробуем. 53-й. Это у нас у квадрат на что-нибудь записать. у квадрат равно х злить на 2а-х. 2а-х. Что надо сделать? Это учитываю. Найти особые точки, исследовать характер и составить уравнение касательное в них. Ну, давайте во-первых, вспомним, как найти особые точки. Чтобы найти особые точки, нам нужно приравнять к нулю функцию f и ее производную. функция f у нас будет какая? Ну, например, у квадрат минус х куб делить на 2а-х. Без разницы, в какую сторону переносить. Либо у квадрат сюда, либо х куб на 2а-х. ищем ищем f по х от х и у. Так, от у квадрат 0 вот от этого будет производная частного. 3х квадрат 2а-х минус производная 2а-х дает еще минус х куб. Вот так, примерно. И по у. 2х. А теперь все эти 3 прелести мы должны приравнять к нулю. Ну, и последнее сразу у равно нулю. Так. у равно нулю. И с последнего у нас идет. Подставляем первое. Получаем х равно нулю. Так. Смотрим. Проходит. Да, все проходит. То есть вы видите, что тут х равно нулю, у равно нулю. Единственная точка, которую в этой системе удовлетворяет. да. Потому что, смотрите, из последнего получаем у равно нулю. Подставляем вот сюда. Получаем числитель равен нулю, х равно нулю. Тут проходит равно нулю. то есть у нас точка О с координатами 0,0. Это у нас особая точка. все остальные обыкновенная. Это у нас особая точка. Так. чтобы исследовать уравнение в данной точке, мы должны его переписать в виде у равно плюс-минус корень из х куб делить на 2а-х. Это у нас начальное наше уравнение. куб у меня куда-то ушел. Непонятно куда. Не хочет он тут жить. И надо вот это поднять. А то это у нас будет уже неплохо безобразие. Вот. Так. Лучше. Итак. Исследуем сначала ветвь, в которой уравнение стоит со знаком плюс. Так. посмотрим, что у нас получается. Функция у определена только если х куб делить на 2а-х больше или равно на 2. так. То бишь 0а-х получаем минус плюс минус то есть х должно быть от 0а-х включая 0 до а 0 у нас не включается. там как тогда у нас 2а-х до 2а-х до 2а. Это область определения функции. далее далее она у нас не идет. Да. Там даже то, что мы возводим в квадрат не пройдет, потому что с одной стороны квадрат все равно должно быть больше или равно уделяется значение х куб делить на 2а-х потому что тут стоит у в квадрат. Как-то может быть по-другому. О, слушайте, а 2а-та надо полные скобки заключить. Чего же она на квадратную? Там как она в знаменателе же стоит. Пустая а это полная. Да. Так. Итак. в нуле она у нас начинается. Далее она у нас идет получается неотрицательной. Так. Неотрицательной. Теперь смотрим возрастает она у нас или убывает. Если у нас х х на 2а минус х то у нас получается у штрих равно 3х квадрат 2а минус х плюс х х 2а минус х квадрат. х получаем 6х х квадрат минус 3х х и плюс х х минус 2х х делить на 2а минус х квадрат. Так. Что у нас тут получается? х х квадрат на 2а минус х квадрат это положительная величина. И тут остается 6а минус 2х. Что мы про них можем сказать? 3а минус х 3а минус х у нас всегда больше нуля. То есть на этом промежутке 3х принадлежащем от нуля до 2а х всегда меньше чем 2а. На этом промежутке функция возрастает. Функция возрастает. Так. Вторая производная вторая производная у 2х будет равна 12а х минус вот отсюда производную считаю 6х квадрат 2а минус х квадрат минус плюс 2а 2а минус х 6а х квадрат минус 2х куб. 2а минус х четвертый равно 1а 2а 1 2а минус х можно сократить. Остается 12а х минус 6х квадрат 2а минус х плюс 2 на 6а х квадрат минус минус 2а минус квадрат минус х квадрат минус квадрат получаем квадрат мы можем вынести за скобку нет 4 не можем 2а можем вынести 2а минус х квадрат положительная величина в области определения тоже выносим что у нас остается 12а так может я сразу раскрою скобки чтобы так 24 а квадрат х минус 12а х квадрат минус 12а х квадрат плюс 6х кук плюс 6а х квадрат минус 2х кук равно 2 на 2а минус х в кубе. Так, 24а квадрата больше не таки. Это 12а х квадрат. Вы случайно с 16-й написали. Да, минус 24а х квадрат. А, еще плюс 6, да? Вот тут вот. Минус 24 плюс 6 от минус 18, да? Так, что тут еще? Плюс 6 минус 2 плюс 4х квадрата. Так, х у нас от 0 до 2а. Х от 0 до 2а. Так, получаем. Сколько это будет? Меньше на 0, да? Или больше на 0? Если х от 0 до 2а. Так, в чем еще х можем за скобку вынести, да? Тут у нас останется 24а квадрат минус 18х плюс 4х квадрат. Так, будет, наверное, проще. Так, а у нас еще двойка выносится, да? То есть тут можно написать 4. Тут 12, 9 и 2. Вот здесь вот 12, 9 и 2. Чтоб попроще было считать. 12, 9 и 2. Так, если х 2а 12 минус 18 плюс 8. Больше 0, да? Верно? То есть функция вогнута. Так, функция вогнута. И аналогично, то есть у нас что получается? Вблизи точки х равная 0, у равная 0, то есть 0, 0. Положительная ось. Положительная ось. Не ось, а ветвь. Ветвь. У нас является возрастающей. Возрастает. И вогнута. Соответственно, отрицательная ветвь будет убывать и выпуклой. Если мы посчитаем. Нет времени проще считать. Отрицательная ветвь убывает и выпуклой. Таким образом, мы получаем точку возврата первого рода. Это примерно вот так будет выглядеть. Я вам показываю. Одна ветвь пойдет вот так вот. А другая вот так. Тут она возрастает и выпуклой. А тут убывает вогнут. Видите? Точка возврата первого рода. Так, ну я думаю, что асимптоту. Асимптоту же там надо было найти. Найдете сами. Так. А касательные касательные, касательные, понимаете. Уравнение касательных я вам давала. Ну и в принципе на сегодня, наверное, все. На следующей занятии-то когда? Кто-нибудь пришел из того, кого не было? Поко, Сулейманов, Кустов, Калугин, Водолагин, Баканов. Кто-нибудь там? Да, Сулейманов здесь. Кто здесь? Сулейманов. Сулейманов, хорошо. Отметила Сулейманова.